здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале буанвеби меня зовут боев юрий скажите честно с чем у вас ассоциируется италия наверняка с изысканной кухни с модельными домами может быть даже с дорогими спортивными машинами а у меня ассоциируется с легендарным брендом колясок пек перега и сегодня у нас с вами на обзоре как раз новинка от этой фирмы эта модель называется виллочи виллочи в переводе с итальянского означает стремительный я действительно считаю что название модели отражает ее дизайн кроме того мы взяли на обзор топовую расцветку fiat 500 мы считаем что коляска получилась действительно очень красивая и самобытная но она не идеальный и подойдет далеко не для всех и цель сегодняшнего обзора как раз определить кому же она все-таки подойдет а кому нет и прежде чем перейдем к обзору давайте немного вас познакомлю самим брендом на самой коляске вы сможете увидеть надпись made in italy это не просто так производство до сих пор находится в италии это до сих пор семейная компания а начата она была еще в далеком 1949 году действительно за это время накопился огромный опыт у компании очень много разработок технологий кроме того они умеют делать не только коляски у них в ассортименте отличные стульчики еще и автокресла кстати в этом обзоре мы вам расскажем про коляску не два в одном а три в одном потому что у них действительно очень удачная автолюлька но об этом позже а еще если вы не знакомы с нашим магазином давайте немного вас познакомлю первое у нас на сайте вы сможете найти примерочную коляса где можете подгрузить свою фотографию примерять коляски прям рядышком с собой а еще у нас есть рейтинг колясок потому что каждую колясу которую мы берем на обзор мы оцениваем по 15 характеристикам выставляем оценки от 1 до 10 и все это собрали в единую табличку так вам будет легче выбрать идеальную коляску именно для себя кроме того у нас еще есть сервис подбора колясок что это такое мы предлагаем вам ответить на 6 вопросов и наша умная система подберет вам идеальную коляску а если нужны комментарии по определенной модели то наши менеджеры вам с радостью помогут ссылку на все это мы оставим внизу в описании к ролику а начать хотелось бы с тканей я считаю что для россии они идеально подходят объясню почему потому что мало того что они плотные они двойные так они еще имеют такую знаете специальную накатку с поролоном потому что я точно знаю что у наших мам есть определенные страхи как одеть ребенка не замерзнет ли ребенок зимой с этой коляской вы можете действительно быть спокойным ваш малыш точно не замерзнет кроме того в дизайне этой коляски используется очень много самобытных деталей здесь уникальные колеса уникальная фурнитура очень много детали на которые действительно производитель обратил свое внимание и пользоваться этим продуктом действительно доставляет одно удовольствие кроме того все ткани обработаны специальной пропиткой от промокания что это значит это значит что когда капельки будут попадать на ткань она будет скатываться конечно если вы собираетесь гулять подождем мы рекомендуем одевать дождевик однако если дождик вас застал на улице вы смело добежите до подъезда и коляска не промокнет. Кроме того, также есть еще и защита от ультрафиолета. При пользовании коляской мама чаще всего будет пользоваться двумя вещами. Первое это капюшон и второе это накидка на ножки. Давайте начнем с капюшона. Я считаю здесь очень крутая идея. Для того, чтобы упустить капюшон, просто надавите на него сверху и сдвиньте в сторону. Причем делается это абсолютно бесшумно. Кроме того, если защиты глубины капюшона вам недостаточно, здесь есть еще одна секция, которая поможет скрыть вашего малыша от прямых солнечных лучей. Сверху здесь будет очень приятная и удобная ручка для переноски. А с задней стороны у нас спряталась еще одна секция на молнии, которую вы можете отстегнуть и поднять вот таким вот образом, открыв вентиляцию для вашего малыша. Кроме того, у накидки на люльку есть действительно очень высокий бортик. Чем мне он нравится? Здесь по бокам есть специальные магнитики, соответственно они всегда будут держать его в правильном положении. Здесь есть специальный карман на молнии, какие-то мелочи всегда будут под рукой. Единственное, обратите внимание, что карман будет не у всех расцветок. И сама накидка по бокам у нас крепится на двух кнопках. Кроме того, у этой коляски действительно просторная люлька. Ее длина составляет 76 сантиметров, ширина 36, а вес коляски вместе с люлькой составляет всего лишь 12,5 килограммов. Еще вернусь к размеру. Это действительно одна из самых больших люлек в своем классе, поэтому даже если вы рожаете летом и к зиме ваш ребенок подрос, он точно здесь поместится даже в зимнем комбинезоне. Весь внутренний текстиль у нас выполнен из полиэстера, причем в случае необходимости внутренний чехол, конечно же, можно будет снять. Крепится он по периметру на молнии и постирать отдельно. Само основание люльки у нас выполнено из пластика. Чехол матраса также выполнен из полиэстера, его можно будет снять и постирать отдельно. А сам матрасик сделан из поролона. Кроме того, у этой люльки можно еще и регулировать наклон спинки. Делается это снаружи. Здесь есть специальная крутилка, которую вы сначала достаете и начинаете крутить. Все механизмы сделаны очень плавные, причем угол наклона получается очень высокий. Единственное, помните, что с рождения нельзя использовать вертикальное положение спинки. Ей можно пользоваться только когда ваш малыш уже подрос. А вот что можно использовать с рождения, так это поддержка для ножек. Смотрите, как это реализовано. Здесь есть специальная лямочка, которую вы вытягиваете и фиксируете на липучку. И в районе ножек вот эта часть у вас приподнимается. Как заявляют медики, когда ножки расположены именно таким образом, то это улучшает кровообмен. А значит, ваш малыш быстрее успокаивается и лучше спит на прогулке. А еще с внешней стороны люльки, со стороны мамы, есть очень удобный карман. Соответственно, вы сможете сюда положить телефон, у вас всегда будет под рукой. Для чего вот эти петельки, спросите вы? Такая петелька есть с этой стороны и с обратной. Это специальная система крепления люльки в автомобиле. Единственное, покупается она отдельно. А еще здесь очень удобная система съема люльки. Для того, чтобы снять, нужно отжать вот эти пластиковые серые кнопки и вы поднимаете люльку. Сделаны они с функцией памяти, но это еще не все. Если вы отстегнете вот эту молнию на дне люльки, то здесь у вас откроется специальный утеплитель. Опять же, вспоминаем, очень многие мамы переживают, что вашему малышу будет холодно. В этой люльке точно холода не будет. Как и у всех европейских производителей, комплектацию этой коляски не очень. В комплекте будет только накидка на ножки на прогулочный блок. Поэтому мы рекомендуем докупить как минимум два аксессуара. Первое – это подстаканник. Его, кстати, можно будет повесить как с одной стороны, так и с другой. Максимальная нагрузка на него около одного килограмма. Кроме того, у вас будет возможность выбрать или сумку для мамы, или фирменный рюкзак. Сумку можно будет повесить на раму, а рюкзак нет. Далее давайте расскажу про свои ощущения, как катается эта коляска. Именно поэтому свои обзоры мы делаем на улице, потому что у нас есть возможность нагрузить эту коляску и покатать по разным поверхностям. По траве, по хорошей дороге, по плохой. И рассказать, поделиться с вами своими ощущениями. Несмотря на то, что у этой коляски есть амортизатор на каждом из четырех колес, я все-таки считаю, что амортизация здесь достаточно жесткая. И все-таки это больше городская коляска. Если вы живете, конечно, где-то за городом и нужно преодолеть небольшие неровности, нет проблем, потому что колеса достаточно большого диаметра и вы сможете их преодолеть. Но большую часть времени я все-таки рекомендую пользоваться этой коляской где-то по хорошей дороге. Кроме того, эта коляска действительно очень хорошо управляется. Вы сможете сделать это даже одной рукой. А также этой коляской будет одинаково удобно пользоваться как высоким родителям, так и миниатюрным мамам. Таким образом, я считаю, что управляемость этой коляски достаточно сбалансирована и подойдет подавляющему большинству. Я думаю, вы со мной согласитесь, что у этой коляски очень необычный дизайн рамы. Но, тем не менее, при этом она остается очень функциональной и удобной. И еще один момент. Рама здесь очень узкая и составляет 52 см. Соответственно, если вы живете в доме, где совсем узкий лифт, эта коляска вам точно подойдет. Ручка управления сделана из очень удобной эко-кожи. Конечно же, ее можно будет регулировать по высоте. Делается это двумя кнопками по бокам. Коляска имеет амортизацию на каждом из четырех колес. Причем задние колеса имеют амортизацию открытого типа пружинную. Тормоза у нас находятся на задней оси. Причем они сдвинуты в правую часть. И когда коляска ставится на тормоз, зеленый индикатор переключается в красный. Для того, чтобы снять тормоза, необходимо нажать на верхнюю часть. Колеса у нас сделаны полиуретановые. В случае необходимости их можно будет снять. И сами колеса имеют подшипники. Благодаря этому коляска действительно очень хорошо катится. Передние колеса поворотные на 360 градусов. А когда эта функция не нужна, передвиньте рычажок в сторону и колеса заблокируются. Корзина у нас достаточно объемная. Причем обратите внимание, что по бокам у нас есть сетки и удобный доступ с каждой из сторон. Но борта с этой стороны и с этой не очень высокие. Поэтому будьте аккуратны, чтобы ничего не потерять. Эта рама умеет складываться достаточно компактно. Причем ее даже можно сложить, не снимая прогулочный блок. И складывается одной рукой. Причем посмотрите, как изящно это происходит. И она умеет стоять сама по себе. И раскладывается также одной рукой. Посмотрите, как все просто, четко и действительно удобно. Ранее я вам уже говорил, что в комплекте с коляской будет накидка на прогулочный блок. Вот так она выглядит. Я считаю, что она получилась очень удачная по двум причинам. Первая. Она утепленная, а значит подойдет для зимнего периода. А во-вторых, она сделана с учетом изгиба самого прогулочного блока и очень хорошо будет облегать. И еще. Обычно накидки на ножки крепят двумя кнопками по бокам. Здесь же сделано немножко больше. Конечно, здесь будут кнопочки по бокам, а также есть еще две кнопки в нижней части подножки. Таким образом, можете не переживать, в ножке вашего малыша точно ничего не будет поддувать. И еще одна хорошая новость. Если вам эта коляска нравится только как прогулка, нет проблем. Она продается и так. Цена на момент съемки за коляску, именно вот такую прогулочную, будет чуть менее 50 тысяч рублей. И еще один момент. На текстиле прогулочного блока вы увидите специальный релычок, где будет написано, что эта коляска сделана совместно с проектом Sequel Yard. На самом деле, повестка защиты окружающего мира актуальна во всем мире. И этот проект использует переработанные материалы. И вот как раз текстиль этой коляски будет и сделан из этих безопасных переработанных материалов. По моему мнению, производителю удалось сделать достаточно уютный прогулочный блок. Допустим, если глубины капюшона вам недостаточно, здесь есть еще одна секция, которую можно будет достать в случае необходимости. Но это еще не все. Здесь в верхней части в капюшоне есть молния, которую вы можете расстегнуть, откинуть дополнительную секцию. А дополнительно с этой еще посмотрите, как будет защищен ваш малыш. Кроме того, прогулочный блок имеет полностью горизонтальное положение. И мы всегда показываем, как будет выглядеть капюшон, максимально развернутый именно в этом положении. Как видите, он очень глубокий, опускается практически до бампера. А если учесть, что здесь еще будет накидка на ножки, то ваш малыш будет полностью защищен. А верхней части капюшона, вот под этим клапаном с магнитиком спряталась зона для проветривания и присмотра за вашим малышом. За безопасность вашего ребенка отвечают пятиточечные ремни с плечевыми накладками. Также есть накладка в области паха. Очень удобный, приятный на ощупь бампер. Его можно будет откинуть с одной стороны или снять совсем. Подножка регулируется по наклону двумя кнопками по бокам. Здесь специально сделана вставочка из эко-кожи, а когда малыш подрастет, сможет поставить ножки прямо сюда. Конечно же прогулочный блок можно устанавливать не только лицом к миру, но и лицом к маме. Реализовано очень удобно. Две удобные кнопочки по бокам. Все механизмы работают очень четко. Но этим уже, как говорится, никого не удивишь. Но эта коляска умеет складываться, не снимая прогулочный блок. Причем не важно, как он будет установлен. Делается это одной рукой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Обзор на прогулочный блок завершаем цифрами. Его размер составляет 89 в длину и 32 в ширину. А вес коляски вместе с прогулочным блоком всего лишь 11 килограммов. А теперь переходим к автолюльке. Тем более про нее действительно есть что рассказать. Потому что традиционно производители колясок уделяют мало внимания автокреслам. Но про Pek Perego совсем другой случай. Прежде чем перейдем к обзору автокресла, давайте немного расскажу вообще о нем в общем. Во-первых, оно уже сделано по новому европейскому стандарту R129. То есть это самый строгий действующий европейский стандарт. И это кресло подойдет для детей ростом от 40 сантиметров до 87. Кроме того, это кресло прошло краш-тесты всех европейских тестовых компаний. Компания ADAC присвоила 1,7 балла, что соответствует оценке хорошо. Обратите внимание, что кресло на коляске устанавливается против хода движения. Покупая коляску 3 в 1, необходимые адаптеры у вас уже будут в комплекте. Кстати, по поводу установки в автомобиле. Это кресло можно устанавливать и штатными ремнями автомобиля закрепить, а также есть отдельная еще база Isofix. Она приобретается отдельно. Причем чуть позже я вам покажу, что это кресло умеет раскладываться в горизонтальное положение. Сразу отвечу на ваш вопрос. Да, в машине также можно установить это кресло, разложить в горизонтальное положение и перевозить своего ребенка. Но это еще не все. Это кресло также сертифицировано еще и для перелетов. То есть с этим креслом можно практически не расставаться. Теперь давайте расскажу вам про функционал. Во-первых, здесь очень удобная анатомичная ручка. Кресло действительно очень удобно переносить. Кроме того, когда вы будете использовать это кресло, и если у вас, допустим, будет достаточно сильное солнышко, или, допустим, ребенок уснул на раме, посмотрите, как глубоко можно опустить капюшон. Дополнительная секция будет аккуратно спрятана на молнии. Кроме того, обратите внимание вот на эту часть. Обязательно ее выкручивайте, когда используете в автомобиле. Она сделана для дополнительной защиты, потому что в случае бокового столкновения удар сначала принимает именно она. И, соответственно, по логике, эта часть должна быть выдвинута именно со стороны двери. Кроме того, это кресло еще умеет раскладываться в практически горизонтальное положение. Но, тем не менее, обратите внимание, что наклон все-таки останется. Делается это кнопкой с тыльной стороны. Нажимаете и опускаете. А если вы откроете вот эту часть, у вас откроется доступ к регулировке подголовника. С подголовником в таком положении это кресло подойдет для перевозки детей до 15 месяцев. Кроме того, посмотрите, вашему малышу с рождения здесь также будет очень удобно. Объясню почему. Во-первых, посмотрите, какая здесь поддержка для головы. Она также еще и с функцией памяти. Также здесь будет боковая поддержка головы. И будет дополнительная подушечка, чтобы вот это положение было более горизонтальным. Ну и, конечно, давайте расскажу, как закрепить вашего малыша. Для этого сначала разблокируем вот эту часть. Потом нажимаем на красную кнопку для того, чтобы расстегнуть ремни. Кладем сюда ребенка. Складываем обратно. Защелкиваем одну часть. Вторую часть. И для того, чтобы зафиксировать плотненько вашего малыша, просто тянем за одну лямочку. Все, малыш готов к перевозке. Автолюльку снимаем рамой точно таким же образом, как и люлечку. Для этого белые фиксаторы отодвигаем в стороны. Они у нас с функцией памяти. И просто поднимаем люлечку вверх. Единственное, обратите внимание, что весить она будет чуть менее 6 килограммов. Ну что, друзья, давайте подытожим. У нас с вами на обзоре была коляска 3 в 1 Пепперега Вилочи. Она мне показалась очень сбалансированной, но не идеальной. Давайте попробуем вспомнить. Первое. Это, конечно же, амортизация. Все-таки, я думаю, что стихия этой коляски все-таки хорошие дороги и городские условия эксплуатации. Кроме того, корзина может вам показаться недостаточно глубокой. Будьте аккуратны при ее эксплуатации. А в остальном, я считаю, что эта коляска действительно очень удачная. Во-первых, она отлично управляется. Она имеет очень просторную люльку. Она имеет комфортный прогулочный блок. Кроме того, материалы здесь используются очень качественные. Здесь очень хорошая, безопасная автолюлька. В общем, действительно, очень много плюсов. И я думаю, большинство родителей будут ей довольны. А если вы захотите сравнить эту коляску с другими, то добро пожаловать в наш рейтинг. Потому что эта коляска там также будет в одной табличке, где вы сможете ее сравнить по характеристикам с другими, которые мы также берем к себе на обзоры. Кроме того, вас приглашаем к себе в Инстаграм, где мы в прямом эфире каждую пятницу отвечаем на ваши вопросы. Так что ссылочку на все это вы найдете внизу в описании. Надеемся, вам этот обзор понравился, поэтому обязательно поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал. А на этом давайте прощаться. Вам желаем легких родов, здоровых малышей. И до встречи в магазине Buan Baby. Субтитры создавал DimaTorzok